Чап-чап это прыжковый и слаломный элемент, где движение происходит боком к дорожке. Тут всего два положения ног. В и Л. Первым шагом пробуем встать в каждое из этих положений и немного приседаем. Этой ноги разомнет и запомните лучше. После этого потренируемся прыгать на месте. Ноги должны одновременно совершать противоположные движения. Начало движения и приземления всегда происходит так, чтобы ноги были параллельно друг к другу. Чтобы так прыгать, немного приседаем и делаем разгрузку. Высота прыжка тут должна быть минимальной. Акцент делайте на то, чтобы оставаться при прыжках на одной точке. Аплитуда ног при этом должна быть одинаковой. Получается? Вы можете повторить это позже. А сейчас становимся в V-образное положение и пытаемся двигаться вбок. Для этого нужно, чтобы левая нога поехала вперед, а правая назад. При этом вы будете ехать влево. Чтобы начать движение, приседаем и затем делаем разгрузку. Выезжая из этого положения, зафиксируйте его на букве L. То есть сразу старайтесь ехать влево и параллельно менять движение ног с V на L. Для этого вы сначала выталкиваетесь, чтобы поехать, а когда почувствовали, что вес возвращается на землю, приседаете и одновременно меняете положение на L. Повторите несколько раз и пробуйте движение начинать с L-образной стойки. Теперь левая нога поедет назад, а правая вперед. Не забывайте делать фиксацию в конце. Получается? Попробуйте совместить два движения и переходить на конусы. Тут главное понимать, что каждая фиксация позиций должна заканчиваться четко над конусом. А теперь вспоминаем прыжки в начале выпуска и делаем чап-чап с отрывом от земли. Для тех, кто хочет делать этот элемент еще мягче, делайте маленькую паузу между отрывом ног. Если прыгаете влево, правая нога отрывается последней. Если вы освоите эту ступень, то сможете легко перейти к элементу Viper. А чтобы не пропустить все самое интересное из мира роликов, вам необходимо подписаться. Также найти нас можно в инстаграме, твиттере и фейсбуке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!